Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 859. Событие дня. Эпиграф. 1 Иоанна 2,19. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Интересно, вот это настолько просто и понятно, и ничем. Он говорил, молился, и нет. А только когда вышли, тогда определилось. Да что-то совершенно простое, вышли. Но причина какая? Не наши, тебе что дальше узнавать? Не наши, он вышел. Вышел, и ответ один, не наши. То есть у него что-то не вмещалось. Что-то он там самостью давился, высокоумствовал или что-то. У нас сколько раз было. Притом за все время ни одного не было, который духовно бы рос выше, и можно что-то было взять от него. Как правило, полное затмение. Остановился, ничего нет. Или на свящах теперь пошел где-то там, в патриархию пошел, или к старообрядцам, и он там на месте крутится. Антон Пьянкин. Игнать Тихонович, скажите, какой отрывок из Писания можно прочитать и осмыслить относительно такого вопроса? Человек присваивает всю славу себе. Все достижения считает своей заслугой, а не Бога. Что из Ветхого Завета можно было бы выбрать? Видишь, какой вопрос. Игнатий Лапкин. А почему я фамилию оставил все? Ну, мужчина, так думаю, ладно. Эти нападать будут негодяи-то. Псалом 113, 9. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоим дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Прямо говорится, что никак. Даниил 4, 26. По прошествии 12 месяцев, расскажив по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества? Подожди, не пойму, а на чем запинаешься-то? Вот я ходит, он и говорит, силой могущества моего и славу моего величия. 28. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. 29. Тебе, говорят, царь-намуходоносор, царство отошло от тебя. 30. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола. 31. И семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет. Он еще ничего не знает, он только говорит, а уже все, уже отлучены. 31. Еще охранники у дверей стоят еще 1500, как у Рейгана охранников или у Кеннеди. Это уже ничего не значит. Еще там льнут, записались на прием, им обещано, что все это, он уже не царь, это бык стоит. Бычара. 32. И тотчас и исполнилось это слово над уходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалась тиловая роса небесная, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Ну, сегодня нельзя сказать, будет траву, есть, никак, я его сразу в психиатрию в дом запечатаю, но ему, может, по-другому было, и будет сидеть в дурдоме, ну, вспомни, там, Иван Безродный, это мастер и Маргарита. По окончании же дней тех я, на выходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословия Всевышнего восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное. Его владычество, не твое. И которого царство в роды и роды. Не президента, который сегодня так. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Под Москву подпернишь его, в Москву зашел Наполеон, все кончилось, царство твое кончилось, кончилось, готовьте яд. Гимлян, там, Геринги, готовьте яд. А здесь уже осиротились. 108-й псалом, читай, на Сталине. Дети твои будут сиротами. Вот все, и просить будешь из развалин своих. 108-й псалом. И уже все. И ничего не значит. Да как так? Все вместе взятые легше пустоты. И дальше. Люди подобны слюне. Капли упавшей. В то время возвратился ко мне разум мой, и славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлю на царство моё, и величие моё ещё более возвысилось. Что не надо ни голосовать было, ни повторный срок на 6, на 8, 10 лет. А вот так. Всё. И теперь-то он интервью даёт. Прямая речь. Я сказал ему. Я. Теперь. Взыскали меня. Советники мои. А где они были, советники? Да не я. Кто? Не знаю. Говорит. Мучит, ходит, траву ест. Но его не бодает. Нет, не бодает. Ничего. Ну как? Обычно, если собака ест, там они все порозовать начинают. Землю копать, быки. Никаких ходит, ест. Но мы подходили к нему. Подходили, что? Ну я говорю, ну как же так случилось? Му-му-му-му. Ну а что? Ты можешь тебе принести что-нибудь? Му-му-му принесли. Дали ему там конфеты принесли. Всё. Выпивку. Ничего не берёт. Траву жуёт, стоит и всё. Так траву жуёт, у него теперь там все зубы стёрли. Надо стоматолога звать. Никак. Он как бы их будается, не подпускает. Ну мы можем маленько вообразить-то. Вот я ему отвечаю. Ныне я, Навуходоносор, Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного. Всё, получил по зубам. Которого все дела истины и пути праведны. И который силен смирить входящих гордо. Уже никаких аватаров нету, ни ников нету. На этом сегодня. Всякие пакости пишут, спрятались. Такого прятаться-то? Даже КГБ или ФСБ тебе легко найдёт-то. Ну нет ничего, кроме блуда в башке до жратвы. Даниил 5.20 Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей. Вот как. Когда, когда дух надмился, пьянкину я отвечаю на вопрос, и дальше всё. Первая параллель упомянула, 29 глава, с 12 по 14 стих. Да. И богатство, и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем, и в руке твоя сила и могущество. И во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Ибо кто я, и кто народ мой, что ты, что мы имели возможность так жертвовать. Но от тебя всё, и от руки твоей, полученной, мы отдали тебе. То есть признаём, что ты и гусли с ним положили к ногам, и в откровении говорится, это означает, всё тебе. Я больше вас всех потрудился. Впрочем, не я, а благодать со мной, Павел. Это все сознают. А есть такие, а мы сами, а при чём Бог, да мы пятилетки такие, не прогрессы. Даёшь, даёшь, всё кончилось. Мирным путём развалилась такая страна на самой жестокой дисциплине. 23, кажется, миллиона коммунистов. Рухнуло, как будто никогда не было. А теперь задача разделить Россию. И сделать, ну, да делать нечего. За полчаса всё Бог сделает. Но кто-то молится. Ещё Бог терпит нас. Вакуум. 1.16. Зато приносит жертвы сети своей, и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его, и роскошна пища его. Это о фараване говорится, что сеть. Да сеть-то рыба-то не пришла. Забросьте. Всю ночь работали, ничего нет. А справа брось. Да там нет ничего. Уже выщерпали до нас рыбаки, и не могут вытащить. Вот это чудо. Исайя 10 глава с 8 по 15 стих. Надо прочесть, я уже не стал брать здесь. Исайя 37.25. Я откапывал я и пил воду. И осушу ступнями моих все реки египетские. Ох, как он может осушить. Я, я сделаю. Луки 12.19. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. А из Лондона теперь думай, как Путина свернуть Березовский, Борис Абрамович. А уже дни твои сочтены. Все. Уже душа пошловато. А там любовницы будут делить имение его. Все кончилось. Луки 12.20. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Ну и кто возьмет-то? Ну я все дело, что демоны. Луки 14.11. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. Христос открыт. А унижающий себя возвысится. Псалом 48.21. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которое погибает. Вот ответ. Ну меня сразу поблагодарил он и все говорит. Ну есть такой ролик, он мне называется Любовь к кунсульманским обычаям некоторым. Ну я решил показать, какие отзывы. Владимир Мещерин. Дай Бог здоровья вам, Игнат Тихонович. Тамагучи Апачи. Мир вам из Грозного. Понятно, мусульмане. Вот допустим, которые там не мусульмане, а свои нападают. 5 тысяч пришлось заблокировать. Примерно. 5 больше или меньше, я уже не считаю. А от мусульман, от султанов, ни одного нету такого. Ни одного нету. Счет сравнивают. И поэтому другого нам не надо ждать. И эти люди, которые всякую пакость говорят там, и даже, ну, самые хорошие ролики. И нам всячески сквернят. Ну, лучше некуда. Там беседа какая-то идет. Он даже не смотрит. Нанимаются и все. Мусульмане не пойдет никогда на это. Вот они пишут. Султан. Султан Бутаев. И они там копаются у дороги делают. Мы недалекая останавливаемся. Они нас видят. Мы вылазим из машины. Военную палатку раскидываем под ноги два на два. И становимся на молитву. А который снимает голову, то повернет на них и видит, они перестали работать. Они стоят и смотрят. Они такого не видали никогда. Если мы обратимся где-то за помощью, мгновенно сразу помогают. Сразу при том. Оставляют свое дело и идут. Какой народ добрый. Так мы проехали от Тихого до Атлантического океана. Это не игрушка. Прошли Турцию. Это не просто так. И вот смотри. Независимо от религии. Нет, зависит все-таки. Если в этой религии. Если Христа знает, тогда другой разговор. Нас никто не тронет, когда мы молимся. Ни во Франции никто. В любом месте. И они рядом, недалеко. Прямо рядом. Несколько шагов. Молятся семья. Потом подойдут и скажут. Мы первый раз видим. Это русские. Вы христиане. Да, христиане. Никогда не видят. Это у вас намаз такой. Да, намаз. Что Бог нас благодатью намазал. Владимир Петров. Игнать Тихонович. Мило. Просим вас. Приезжайте к нам в Таджикистан. Я сам лично встречу. Прошу в гости. Не стреляет там. Нас никуда нет. Юсупов Али. Ну, Юсупов Али. Но это же не Иван Васильевич. Игнать Тихонович. Вы неправильно выражаетесь про таджиков. Таджики истинные мусульмане. Аллахам дули лах. Вот так. А почему? Я сказал-то. Вы настоящих мусульман здесь не найдете, которые здесь бывают. Ну, в России работают. А мне... Я не свои слова говорю. Мне говорят. А кого? Они тут и свинину жрут, говорят, и пьют с нами вместе. Я и сказал, а где соблюдают это, там, я говорю, мы это видели. Турки. Даже мы были в Азербайджане, там тоже. И здесь. И он ответил, я неправильно выражаюсь. Я сказал то, что видят люди и говорят. Неправильно. Прости. Какое-то непонятное. Ну, непонятное. Вот настоящий русский христианин. Ну, ясно, что это под мусульманским роликом. Ясно дело. Русский христианин. Чики-чики, да, чик. Боится открыться. За таким христианином невозможно не пойти, ибо приведет он в рай еще при жизни. Вот это да. С болью в сердце смотрю на беременных женщин, которые курят юбки крот... Короткие. Короткие, да. Ноги видны. А я ведь мужчина, и ялда стоит не по-детски-то. Вот ну как он пишет. Дай Аллах вам здоровья, святой вы человек. О. Все правильно говорит. Еще как хорошо, когда человек на намаз делает так. Ноги моет определенные части тела пять раз. И, конечно, ходить в туалет с кувшинчиком. Скажите ПЖ и про это. Пожалуйста, и про это. Мне очень нравится ваша вера. Она человеческая и для людей. Но думаю, нужны некоторые изменения по гигиене. Ну, по гигиене уже так зашло. Я скажу. У меня есть кувшинчик. Лопатка ехали дорогой, зарывали. И мое состояние здоровья, операции, мне просто необходимость делать так, как у мусульман делает. Вот эту гигиену. Как у женщин говорят, подмываться. Это после операции мне просто положено делать. Так что он не знает это чики-чики. Яков Мамаренко. Без Христа пустота. Дальше. А этот ролик-то когда был выставлен? Да. Вот этот ролик-то? Ну, я не знаю, когда. Давно уже, да? Давно. А, давно. Горный. Если бы тысячи лет назад русские, не дай бог, приняли ислам, они бы ничем не отличались от чеченцев, арабов и других народов суннитов. Просто мировой заговор против христиан. И все против христиан, потому и их портят. Христиан портят, а на самом деле они не хорошие, не пьют ничего. Сатанисты мира всего, элита, против христианского народа, а не мусульман. В этом я с вами не соглашусь. Это за гору против христиан. Вот это, 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 понимаете? А дальше-то вот за нами. Пусть мы же христиане и нам видят. Намаз мы спрашиваем, можно зайти туда, он на замке. Директор говорит в библиотеке, разговоров нет. Тут же позвонили, нам открыли, мы заходим, молимся, разури, все снимаем и кланяемся. В мечети я заходил, молился, кланялся с поклонами. Христиан, христиан. Все ты, что говоришь, побудили к этому. Почему не отбиться-то от них? Близк крик. Близк крик. То есть я сказал так, вот не могут, как выступает Владимир Вольфович Жириновский. И вот на сколько метров от школы выпивку можно продавать. Я говорю, глупости. Мусульмане это сумели сделать. Не так, что ему башку отрезали и все на этом конец. Они умеют бороться радикально с пьянством. Антон Пьянкин. Спаси Христос, дорогой мой кладезь. А что тут кладезь знаешь? Ну, богатство. Колодезь, колодезь. Ну да, да, да. Кладезь мудрости это колодезь мудрости. Один пишет. Анатолий У. Я спрятал фамилию, чтобы не было никаких... Знаю, что за мной гоняются, потерявшие человеческие совести и все. И которые у нас в друзьях, они их гадостью загаживают и все оттуда. Ну, страха Божьего никакого нет. Не думают помирать люди. Да что же вы делаете-то? Уважаемый Игнать Тихонович, мир вам. Я его первый раз слышу. Вчера он написал. Я его не знал никогда. Пишет вам человек, который очень нуждается в вашей молитвенной помощи и духовного совета. Я дальше считать не стал. Сразу помолился. Он просит. Я уже помолился. Господи, дела Анатолия ты сам устроить так, чтобы душа его знала тебя. Чтобы он знал православную веру. Дальше я увижу биографию его, что он не православный. Пишу вам от отчаяния и не знаю, у кого спросить. Дело в том, что обращался к пасторам и получал ответ... К пасторам, это говорит, уже не православным, не к батюшкам. И получал ответ, который не связывается с моим предложением Библии. Ну, тут непонятно. Как с предложением Библии? Его понимание Библии? Ну, это ничего не значит. У баптистов принято считать, что для спасения нужно только верить, что ты спасен и все. Все, это правильно. То есть, правильно так говорят, но это неправильно вообще. Я понимаю это иначе. С удовольствием смотрю ваши ролики на ютубе. И однажды посмотрел ролик, где вы дискутируете с баптистами о спасении. Вы говорите, что мы спасены в надежде. Я с вами полностью согласен. Именно поэтому апостол Павел пишет нам, испытывайте, верили вы. Каждый сам себя исследует. А при условии, что мы, уповая на Христа и живя согласно Евангелию, перейдя по Христу только тогда, будем спасены полностью. Ну, суть не в этом. Я нахожусь в глубокой депрессии из-за своего небодрствования. Я уверовал в зоне, отбывая наказание за кражу. Когда моя жизнь изменилась, когда в нее вошел Христос, ну, не буду углубляться. Вы и сами знаете, как это происходит. Да, я это знаю. Знаю, потому что все, только примет Христа, руку подними там, или еще ты спасен. Нет, это звук, вводящий в заблуждение, а не христианин. Первая любовь, ревность по Богу, желание служить Господу. Но однажды я допустил в свою жизнь грех. Я не смог удержаться, когда в зоне смотрели порнографию, и я занялся анонизмом. Потом, конечно, было раскаяние, и я молился и просил Бога простить меня. После чего приходил мир и радость, и первая любовь возвращалась. Потом я освободился, и на воле, где больше свободы, это повторялось несколько раз. Грех, покаяние, прощение и так далее. Потом я начал увлекаться порнографией, начал смотреть ролики. Далее больше и в конечном итоге я согрешил, куда более чашским грехом. Я переспал с женщиной. Потом снова и снова. Потом я встретил сестру в церкви, которую полюбил так, как не любил никогда. Сильнее, наверное, чем Бога. Первая любовь ушла, и осталась только в сердце пустота и лицемерие, что все хорошо, мы поженились. В браке я продолжал смотреть ролики и заниматься анонизмом. Не потому, что мне это нравилось, а потому, что меня как будто кто-то заставлял. Иногда я просыпался ночью и пропадал сон. Я грешил, и снова моя душа рвалась от этого. Я молил Бога, чтобы Он освободил меня, но грех держал меня крепко. Потом я изменил жене, и жена узнала про это. Она меня простила, но через какое-то время мы развелись из-за постоянных скандалов. Со временем я, борясь со грехом, понимал, что это становится все реже и реже, но первая любовь не возвращалась. Сейчас я как будто не живу. В душе пустота. Я как будто мертвый. Мне не хватает Бога. Внутри пустота и понимание, что все без личного присутствия Бога в жизни все не имеет значения. Я молюсь и прошу Бога снова войти в мое сердце, но Он как будто оставил меня. Скажите, может, я уже как Исаф за похлебку продал первородство? Я хотел вам позвонить и вживую пообщаться. Мое сердце рвется от сомнений и терзаний безысходно. Но и понимаю, что вы слишком заняты для моего звонка. Поэтому прошу, если у вас будет свободное время, прочтите мое письмо и постарайтесь ответить. Помогите найти выход и помолитесь за меня. Вас Бог примет. Спасибо вам заранее. Вот это спасибо заранее, это друг у друга берут. Да как можно благодарить, когда ты не знаешь ничего? Это выдумка. Заранее это перед Богом, когда Богу как угодно. А человек может вообще и не ответить ничего. Тем более, я отвечать уже никак. Только здесь ответил. Если он зайдет на сегодняшние новости, тогда увидит. Но вот это я ему послал. Дальше я ни слова ему не говорю. На беседу не пошел. То есть отказываюсь от беседы. Почему я не вижу в этом пользы. Пользу только вижу в том, что сделал я. Я сделал вот что. Я даже не стал говорить. То сколько текстайшему наказания ты повинен в Новом Завете. Мы знаем того, кто сказал. У меня общение. Я вас дам, говорит Господь. И еще. Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Даниил 5.6. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связьи через слово ослабели. И колени его стали биться одно от другое. А зачем здесь это? Ну, это к этому все относится. Евреям 12.25. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголов, что он на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес. Евреям 12.29. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Евреям 2.3. То, как мы избежим вознерадев... То, как мы избежим, вознерадев от Олика спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него. Осия 10.8. И скажут они горам, покройте нас, и холмам падите на нас. Исайя 33.14. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? При огне? Ну, какой огне? При огне пожирающем. При огне. Кто из нас может жить при вечном пламени? Иеремия 4.4. Обречьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужей Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Луки 16.24. И возопив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы он мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сием». Иеремия 6.4. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние». Опять, то есть невозможно, вот слово «невозможно», вот это вот, я специально его выделяю. Почему? Потому что, ну, человек на что-то еще надеется, надеется ни на что. Невозможно. Невозможно. День и ночь повторяю это. Невозможно. Да как теперь, Божья милость? Невозможно написано. Ты повторяй его, и тогда у тебя дурь эта вся сойдет. «И от падших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и прозвращающая злак, полезны тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а произведящие тернии волши негодно и близка проклятию, которого конец сожжения». Там говорить невозможно, а здесь определенно, даже без всяких толкований понятно, что вот поле загорелось огнем, проще, что которого конец сожжения. И он больше ответил, да что это, мне конец, я уже не оставляю на это. Я не, есть ни одного слова не вставил, не вставил, и здесь. Есть писание, считай. Тем более наши ролики смотришь. Юрий Соболев, мир вам, Игнать Тихонович. Благодарю за прекрасное поэтическое назидание. Это два стихотворения, я тут было, слово такое, одноженский, кажется, праздник, что ли. Да. С утра смотрели ваши новые ролики на канале. А у меня, кроме того, уже несколько дней, как вопрос, зреет к вам. Не так давно вы обратили мое внимание на настоящее время в обетование Христа. Заповеди блаженства. Матфея 5, 3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это одно выражение, и это выражение щетка и ясно-никань. Небесное. А дальше написано. Или блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Там небесное, а тут Божие. Лука. 6, 20. Если смотреть по Святой Библии, насколько тождественны по смыслу Царство Небесное, Царство Божий рай, и насколько различны по пониманию. И какой вопрос? Игнатий Лапкин. Три названия. И куда бы мы хотели попасть? И куда бы мы хотели попасть в эти три названия? Мне бы желательно в любое. А если на пути будут три такие вывести? Вывести, да. Под любой буду ликовать? Вывески. Весятые я уже так даю. 2 Коринфянам 12, 2. Зная человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Значит, третьего неба есть еще? 2 Коринфянам 12, 4. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Пожалуйста. В рай, раем называют, в то же время третье небо, одно и то же название. А потом? 2 Фессалоникийцам 4, 17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, встретим Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Всегда? И там описано всегда. А теперь что? Рай, а третье небо. А теперь Царство Небесное. Это одно и то же. А Царство Небесное и Божие, только разные евангелисты называют по-разному. Все. Получается, что это одно и то же. Больше этого не знаю. Нигде не был. Я поясняю, я не был еще ни в одном Царстве и хотел написать пока, но тут сразу привяжутся, так уверен, ну как Портопопа-Вакуум. Он там что-то согрешил и родственникам дал там бить, чтобы его с розгой пороли. А кто не будет пороть меня, не будет иметь участие в Царстве Божьем со мною. Относительно, говорит, себя, он немало не сомневался. Псалом 83, 11. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестий. А вот шатры нечестий – это разница. Когда святого Иоанна Златоуста спросили, где же все-таки находится ныне пророк Илья и чем занимается, чем питается, на это святитель ответил очень даже просто. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Все, вопрос снятый. Юрий Соболев. Благодарю за скорый и интересный ответ. И все, главное, из Америки пишут. Только ответил, вот уж какой вы были, говорит, такой и остались. 30 лет назад мы там были на встрече с Александром Менем, они меня свели. Вот там были Александр и его жена, Людмила, кажется, да. Вот, и вы такой и остались. Стражу мгновенно ответ и мгновенно по Слову Божию. Да какой? Я такой и был. И сердцем, и разумом моим ответ вас сразу принят. Спаси Христос. Игнатий Лапкин. А теперь о попресниках один тут. О преснике – это неправильно. Надо на квасном совершать причастие. Обязательно, чтобы завказка была. А я отвечаю. Где-то еще можно рассуждать, что за опресночные дни. Тут же абсолютно однозначно говорится, что опресночные. Семь дней и Пасха – это одно и то же. И слишком велика была плата за то, чтобы сквозным быть за столом. То есть смерть, смерть. Первая литургия была на пресном хлебе. Католики тут правее нас. Смотрите фильм «Искупление». Исход 12.15. Семь дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня. Уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Через шло. Из исхода. Выходили из Египта. Это пресный хлеб, пресный. Агнессы закололи, закололи. Что тут, что непонятно-то? Ягненка есть с пресным. А ягненок – это причастие. По сегодняшему сказать. Уничтожьте квасное в домах ваших. Кто будет квасное, душа-то истреблена будет. Слишком дорогая цена. Как можно говорить? Когда в фильме «Искупление» он ищет везде, специально кладутом, смахивает, в печку бросает. Значит, как? Не надо никакие другие места Писания. А что там в Евангелии неправильно? Правильно. Искать-то нечего больше. Зачем подыскивать? Католики-то, они в несколько раз в пять больше католиков, чем православных по всему миру. И они-то не ищут. Они на пресном слушат. Семь дней ешьте пресный хлеб. Когда? С самого первого дня. Какого первого дня? Если семь дней. Когда ягненка закололи. Выход. Второзаконие 16.4. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем. Нигде ни в доме не спрятано ничего. В продолжение семи дней. И из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Ну, о чем говорится? Ягненка закололи и одновременно на пресноках. И называют, а пресночные дни – это время Пасхи. Исход 23.15. Наблюдая праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. В назначенное время месяца Авила, ибо вон нам ты вышел из Египта, и пусть не является прилицемой с пустыми руками. Так, давай снова посмотрим. В месяца Авилии вышел из Египта, как, даже кваши-то с собой почти не успели испечь. Чего тут-то непонятно. Ешь пресный хлеб, а ягненок… Ну, закололи только его, помазали и сразу всю ночь ели. Ну, в один день это все делается. Зачем растягивать? Нет, это опресноки были раньше, а это вот другое, то есть утружения еще заблокированы. Марка, 14-12. В первый день опресноков, когда заколали пасхального ангца… Так, заколали, а пасхального ангца… Теперь уже поясняют, что? Говорят ему, ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Ну, будет как есть. Как, значит, ягненка они съедят, а потом через неделю будут лепешки печь. Ну, тут вообще не о чем говорить-то. Дни опресноков, первый день опресноков. И ангца начинают уже, вот это закалывают и все. В этот же день пошли, где приходуют. Луки 22-1. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. Пасха это называется… Пасха это что? Исход. Пасха это ягненок. И тоже праздник опресноков. Это одно и то же, в один день начинается. Луки 22-7. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхальную ангца. Ну, наступал праздник, и в этой закололи ангца. Чего толковать-то? Или как, сначала ягненка съешься через неделю опресноке, или наоборот? Чего толковать-то? Вообще даже ничего не надо. А вот там написано, там первое, второе. Ну, так и делай. Я не настаиваю, я просто поясняю. У нас, конечно, на квасном все как положено. Юрий Соболев. Благодарю, Игнать Тихонович. Этот ваш ответ знает и согласен с ним. Всегда удивлялся, почему утверждает обратное, ничем не подкрепляя епископ Аверки Таушев. Игнатий Лапкин. Колосин 2,18. Никто да не обращает вас самовольным, смирно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Не надо ничего исследовать. Это Христос усыновел, вечность. Юрий Соболев. Аминь. Там у него есть еще самоизмышление. Отчего отказался от этого толкования его? Как раз московские патриархи вот это Таушево и берут толкование все время. Ну, только делов-то. Я привел местописание, никакого толкования не даю. Просто спрашиваю. Наступали дни опресноков, закололи Агнса. Толкать вообще ничего не надо. Владимир Оперман. Христос воскресе. Благодарю вас, Игнать Тихонович, за стихотворение. Душа радуется. То есть это живет в другом государстве, человек выписал книги. Ну, Оперман, видите как. Ну, ясно дело, что не Иванов. В любом вашем видеоролике, даже с голубями или с котятами, можно найти полезные для души. Спаси, Христос. Даже такие. А тут, смотри, пришло время Бхагават Гитты. А ну, это эти буддисты. И те новости, какая? Папа Римский, Франциск, отменяет Библию и предлагает создать новую книгу. Интересно, кто писал старые тексты Библии и кто будет новым автором? Франциск удивил мир сегодня, объявив, что Библия полностью устарела и нуждается в радикальных изменениях. Поэтому Библия официально отменена и объявлена о встрече между высшими личностями Церкви, где будет решено книгу, которая заменит его, его имя и его содержание. Некоторые имена уже рассматривают и тот, который имеет больше силы является. Я не знаю, что я просто взял и скопировал, но действительно я не ручаюсь. Кавычки открыты. Мы не можем продолжать пытаться говорить с нашей публикой в совершенно новом мире с книгой, которая имеет тысячи лет. Но обхода в адгете она еще старше, еще из этого. Мы теряем последователей и должны идти еще дальше в поисках модернизации Церкви, переписать Слово Божие, даже если это только Ветхий Завет, в котором есть определенные отрывки, которые лучше не повторять. Понятно. Называется Слово Божие, значит, Богу принадлежит, а мы теперь будем исправлять. Если вот он говорил, то он Сатана просто, Антихрист, от него уже уйти немедленно из католиков. Новость упала как бомба среди самых консервативных, которые считают эту идею окончательным ключом к безумию Папы Франциска. Ну и вот где это написано. Александр, приветствую вас, Игнатий. Я протестант, но ваши многие материалы, видеоролики просмотрел. Мне не нравится. Я пастырь. Написал маленькую книжечку. Ох, люди сейчас ленивые, не хотят читать. Тоже книжечку написал. Поэтому я попытался очень сокращенно писать. Тезисный вариант. Если найдете время, посмотрите с позиции апологета. То есть меня сначала апологеты надо заранее. А я не буду апологетом, Александр. Я просчитал, это ночью я все делал-то. Ну, как говорится, я ничего не нашел. Все хорошо. Хорошо. Ангелы-хранители вам здравия и долгой жизни. Вот, пожалуйста. Протестанты, католики, там все, с кем-то согласен или не согласен. Дальше. Рустам, мне сегодня водитель такси сказал, что я на святого отца похож с бородой. А ребята возле магазина руку целовали. Аж неудобно как-то, Игнатий Тихонович. То его мать там говорит, что ты совсем это уверовал, да теперь никуда не годится, что с бородой там и прочее. Ну, что, Рустам? Как я вижу, настоятель подошли, тут Игнему благословляется, зашли и целуют руки. Только вышли, а у него специально режет на столе тряпка, ну, не тряпка, там, тряпкой назвал. Белая такая, сразу взял руку и давай тщательно оттер ее от таких поцелуев. Ну, и что сделаешь? Вот видишь, как хорошо с бородой это будет. Ну, вот на этом можно сказать все. Столько там ушло время у нас? 40 минут. Все на этом? А вы эти не показали? А? Сайт, форум не показали? Не показал, так я покажу, давай тогда вот, покажу наш мой мир любимый, вот он как выглядит. Там есть другой я с голубем, туда не надо, а здесь можно писать. Пишите. Вот, вот смотрите, форум наш, православный форум, Игнатия Лапкина, 1600 тем, ну, и большой у нас YouTube. Ты, 10 тысяч, это почти 670, что ли, роликов, 10 тысяч. Ну, и на сегодняшний день, прочитай, Владив, сколько здесь я плохо вижу, сколько подписчиков? 18 тысяч 582. А просмотров? 18 миллионов 275 тысяч 421 просмотров. Ну, кто-то говорит, что это неправильная цифра, ну, а как я по-другому узнаю? Я считал, но у меня немножко не сошлось, ну, почти так, вручную считал тысячи. Ну, все время записывал, я вообще-то, я люблю математику, ну, так вот, это вот замки я должен снимать, вот сколько роликов написано, уже они закачаны, только осталось снять, потому что я главный администратор нашего видеоканала, работаю-то не один я, работают многие тут, у нас около 12 человек, кто-то оплачивает, я не плачу ни за счет, у меня нету, и вот такое дело. Это все считал Володя, вот он уезжает сегодня по милости Божией, а дальше остаюсь я один тут.